Значит, тема с уклоном к психологии, то есть тема сознания, но с уклоном к психологии, то есть я попытаюсь разобрать некоторые последние эксперименты, проводимые психологами по изучению психики, но с привязкой к философии сознания, то есть к философии. Но заранее предупреждаю, что давайте не будем спорить по-философски, там, сущность, существование или еще что-то, и какие-то тонкости, как у нас было в прошлый раз по определению сознания, а сосредоточиться именно, может быть, на больше психологических моментах. Значит, основная идея, о чем я думал и что хочу обсудить, что же управляет нашей психикой. То есть есть две противоположные точки зрения, возможные две противоположные точки зрения. Можно представить, что есть набор данных, поток данных на рецепторы и поток информации внешнего мира, который есть, объективной реальности. Вот он поступает, мы это все обрабатываем и по каким-то алгоритмам действуем, согласно поступившим сигналам извне. При этом это на основе вот этого взгляда и сформулировал Чарльз свою проблему, трудную проблему сознания, а зачем же нам тогда вообще эта картинка перед глазами, сознание? То есть если есть некий прибор, на него поступают внешние данные, он их перерабатывает и как-то действует. И сама картинка, оказывается, не нужна. То есть это эпифеномен. И другая точка зрения. А вот что перед нами вот сейчас? Вот это картинка, это феномен. И мы действуем согласно не поступающим внешним данным каким-то, а согласно вот этой картинке, которую мы себе построили. И вот на этой грани я попытаюсь сейчас привести несколько экспериментов, которые проводили психологи, чтобы как-то разобраться между двумя этими картинками. Ну, скажем, даже элементарно. Вот я совершил какое-то действие, да? То есть я, ну сейчас я не видел, конечно, там чертика. Но, в принципе, человек, когда видит это чертика... Как это я? Я думал, что... И честно говоря, я думал про насекомых. О чем чертик? Нет, ну вот человек... Да, человек видит чертика, совершает целенаправленное действие, но мы понимаем, что ничего на вход ему не поступает. Это внутренняя его картинка. Ну, просто где вход, понимаете? Нет. Может быть, как бы там... Нет, здесь мы говорим о рецепторах чисто. То есть вот есть материалистическая, редукционистская концепция. Вот на рецепторы поступило, все, зрительные, слуховые, тактильные. Вот это вот. Ну, хорошо, но там же как бы чисто материалистический может быть сбой в процессе, да? И какие-то сигналы... Да, здесь есть, значит, концепция материалистическая такая, что если кто-то видит не то, или если несколько человек видит разное, то причина – сбой. Никак иначе не объясняется, что у нас просто по-разному устроены зрения, по-разному устроен слух, по-разному все устроено, поэтому и ответ – ну, сбой. Ну, вот... И это еще порождает традиционную проблему, что каждый-то думает, что у него сбоя нет. Он-то видит реальность, а когда другой говорит, там другое, он говорит – ну, ты... Не научился ты, не умеешь, неправильно ты видишь, плохо думаешь, больной. Ну, это ладно, мы эту тему не обсуждаем. Вот. Значит, казалось бы, у нас есть несколько примеров на поверхности, когда человек действует без сознания. Наиболее яркий уманотизм, да? Он идет, он вне сознания и действует более точно во многих случаях. То есть по карнизу может пройти, то есть его действует точно, целенаправленно. Другой пример – алкоголик, да. То есть напился в такое состояние до потери сознания, но в принципе он функционирует. На автопилоте. На автопилоте. И наверняка со многими бывают случаи, что ну, потерял ты сознание? Ну, не помнишь. Но при этом на утро будешь спрашивать, даже никто, может, и не заметил. Да. Нет, у меня было, да. Было очень, очень интересный случай в студенческие годы, когда там эксперименты разные, это, 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 праздник 9 мая, для рождения приятеля. И вдруг я чувствовал удар по голове. Открываю глаза, темно. Темно. И где-то вдалеке, вдалеке, маленькая точка света там. Я думаю, ну все, приехали. Вот. А потом чувствую, кто-то мне зад толкает. А я сверху вот так вот погиб. Вот. Я так пробираюсь, пробираюсь, повисую передо мной тоже чей-то зад. Оказывается, мы выходим на крышу общежития смотреть салют. Ничего себе. И от удара головой, я, в принципе, ко мне вернулся сознание. Ну, до этого я же дошел, поднялся, все. То есть, другое. Ну, это как бы, здесь, то, что человек... А есть мнение, что в этот момент инопланетяне все реалились в вашу ополосу? Давайте, что-таки я тебя оставил. Здесь есть такой момент, объясняющий лунатизм и вот потеря сознания от алкогольного отравления или наркотического, что, в принципе, человек находится в сознании, но он просто забывает. Есть такой момент. Можно себе представить, что он, в принципе, я говорил, я был в сознании, и все, но просто я забыл. Тем более, что и феномен такой, как бы, как короткой памяти, забывание вот такого, как потери краткосрочной памяти, он присутствует. Есть люди, которые там, действительно, не помнят, что было. Ну, да, да, да. Это может тоже сегодня вернемся. Есть такие эксперименты. Вот. Важный, в этот момент тоже важен для нашего разговора. Но есть еще один очень интересный эксперимент, который проводят гипнотизеры, который позволяет нам усомниться в этой трактовке с памяти, что он просто не помнит в сознании, но не помнит. Значит, часто проводят такое, что говорят, что человеку, что вот внушают в гипнотическом состоянии, что ты не видишь телефон. Ты не знаешь, что такое телефон. В принципе. Все. И он продолжает общаться. то есть его даже в гипнотическом, не в глухом гипнозе, а в том, что он может общаться с людьми, все, он выходит, и все. И что бы он ни говорил по телефон, он вообще не слышит. Не понимает вообще, сейчас внушают, что вот он не знает, что такое кулево. Он посмотрит, что это какие-то палочки, что такое зажигалка, что это такое. Он вообще не понимает, что это видит. А бывает внушают, что он даже не видит. И вот проводит такой спектр, лежат тут лыжи поперек стола. Его спрашивают, что это вечно ставлен. Говорит, то, то, там, микрофон, компьютер, все. Лыжи не называет. Но при этом, обходя вокруг стола, он не натыкается на лыжи. Он под любыми способами обходит. То есть не так, чтобы вот он, вот, а, то, что вот. То есть он везет себя совершенно нормально. Нормально. Ну, как-то отвлекается чуть-чуть, все, вернулся к столу, там, все. Либо, скажем, ситуация, когда ему внушают, что человека не видит какого-то, находящего здесь в комнате. И он тоже, он слышит звук, не понимает, откуда этот звук, но подходя к нему, он не пытается через него пройти. То есть данные поступают визуальные, но сознание не проникает. Вернее, не отражаются в картинке перед глазами. сознание. А, давайте так. Словом сознание я буду говорить то, что теряется, когда мы теряем сознание. То есть есть два смысла слова сознания, которые практикуются довольно так. Это сознание как общая психика, общая психика. И сознание именно как картинка, как поле, как пространство, как то, что мне доносит здесь и сейчас. То есть когда я теряю сознание, то есть я теряю эту картинку. И, скажем, когда говорят, что он был в бессознательном состоянии, алкоголик, то это говорит Илья в бессознательном состоянии. Это не то, что он потерял психику и лежал как бревно, а то, что он нет картинки у него этой, память нет об этой картинке. И здесь пациент находится в сознании, у него картинка сознательна есть, но в этой картинке, в сознании, в его сознании нет этого предмета. И вообще он не имеет понятия об этом предмете, а потом, когда... Подождите, но если бы не было в сознании, тогда бы он просто шел прямо на лыжи, натыкался бы, и так далее. Опять же, в картинке у него нет. Сознание, слово сознание называет его картинку. Я же говорю, поэтому я была в картинке. А вот в том-то и дело. Картинки нет, но ведет он себя так, что он никогда не натыкается. Ну, он говорит, что лыж нет в картинке. И он не видит. И вот, когда его вернут... Нет, он видит палки и... Он не видит ничего. Он вообще ничего не видит. Нет, на это мы выводы делаем. Нет, нет, он видит. Нет, 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 он все рассказывает, что он видит на столе. То есть есть ситуация, когда внушают, что не знаешь про курева, он видит, скажем, предмет, но не знает, что же это за предмет. А сдать ему внушили, что он не видит этого лыжа. Не видит. Или как внушают, что он не видит человека. То есть, это вот... Ну, множество... Я прочитал сейчас данных. Что внуш... Там ситуация была, что человек с человеком работали... Психолог работал под гипнозом, а принятие его попросил посмотреть. И чтобы он не отвлекал, он внушил этому, что ты не видишь его. На самом деле, на самом деле, здесь можно остановиться на секунду. Да. Ведь заметьте, вот если ему внушают, что он не знает, что такое сигареты, и там, допустим, то тут все понятно. Все понятно, да. Если же ему внушают, что ты не видишь этого человека, то это как бы... Ну, здесь есть какой-то парадокс и противоречие. Потому что, чтобы как бы это внушение работало, он должен его видеть, да? Причем он должен все время увидеть. Он, ну как бы, то есть ты не видишь этого человека, да? Он должен все время удерживать, как бы, в каком-то смысле этого человека. И запрещать и увидеть. Да, и запрещать, то есть иначе запрет перестанет работать. Но если входит кто-то третий, понимаете? Он третьего увидит. Если как бы этот пропадет из поля зрения в каком-то смысле, вот, как тот, кого нельзя видеть, как тот, кого нельзя видеть. Это как запрет. Вот, да. Понимаете, запрет требует, чтобы присутствовало именно в сознании то, что запрещено. То есть оно присутствует как запрещенное, но присутствует. Давайте терминологически все-таки говорить. Мы говорим сознание, вот дальше пойдут еще другие эксперименты. Мы говорим... Мысль, мы поймите, что... Я понял. Сейчас я отвечу. В сознании, в картинке, в сознании, в поле, этого человека нет. То, что естественно... Здесь нужно четко различать. То, что он его видит, и знает, что это Вася его приятель. Но ему запрещено видеть Васю. Картинки нет, но он его видит. Данные поступают, он на него не наталкивается. Лыжи, лыжи. Данные о лыжах поступают, но он лыж не видит. В сознании нет. Не признает это существующее. Но он обходит. Перечислите, что вы видите на столе. Ничего удивительного в том, что он обходит, я и хочу сказать нет. Потому что эти лыжи, они присутствуют так или иначе как запрещенные. Не надо мокать. Не надо мокать. Александр, если бы они не присутствовали, ему ничего было бы запрещать. Я говорю о четкости. Я говорю о четкости терминологии. Присутствуют где? Где? В поле? Нет, не присутствуют. Просто присутствуют. В сознании. Нет, в сознании не присутствуют. Понимаете, вот то, что нам дано, оно не дано. Давайте, подождите. Здесь уже четко различать. Вот я предлагаю четко различить. Вот для нас, для последующего обсуждения, нужно четко различить две вещи. Это вот данные, поступающие на рецепторы, и картинка сознания, которая строится. Это разные вещи. Совершенно разные. Не физические. Чтобы запретить себе, да, или чтобы кто-то мне запретил, чтобы я что-то видел. Вот. Это должно быть, мне дано не просто как данные, а это именно должно быть объектом в картинке. Именно объектом. Потому что запретить можно только объект. Невозможно запретить данные. Боже, так. Я полностью согласен с вами. Но вопрос стоит в том, что нельзя говорить, что это есть сознание. Чтобы запретом удерживался. Это ясно. Это ясно. Я это не спою. Я говорю о том, что нельзя говорить, что этот человек присутствует в сознании. Нельзя говорить, что лыжи присутствуют в сознании. На завтра, выйдя из гипнотического состояния, он не вспомнит, что он видел лыжи, он не вспомнит этого человека. Если специально не проведут, скажем так, есть такие гипнотические состояния, что человек проходит по коридору, поднимается по лестнице, спрашивают, сколько было ступенек? Было у него в сознании эти ступени, он мог вообще как-то смотреть, вот никак. Но когда его специально с данной поступили, данные у него были, с ним можно провести работу, он скажет, что 35 ступенек. То есть под гипнозом можно вспомнить то, чего не было в сознании. Но данные, то есть нужно различать, что данные поступают неперывно, они обрабатываются, но не выходят на уровень сознания. То есть их нет в сознании. В мозге есть, мозг есть, в нейронах они запечатлены. Здесь правильно, есть нейрон, связанный с этим человеком. Вот нейрон бабушки, нейрон Монро, поговорим еще об этом, знаете, что это такое, да? А, значит еще отдельно поговорим. Нейрон, который фиксирует то, что приятель был. Ленирон, что вы же здесь есть? Есть. Но в сознании нет. Блокируется в сознании. Александр, здесь просто еще есть вопрос, как мы можем удостовериться, что у него в сознании его нет, кроме как по его гипотезе, что это там? Скажем так, Блокируется, когда мы, вот насколько вы, я говорю, это телефон, я вижу телефон, на нем написано то-то, да? Вы мне тоже верите или не верите, что это, ну как бы, тоже гипотеза, да? Что это присутствует. Что это присутствует. Так, такая же гипотеза, я говорю, что, а вот здесь лежит, скажем, еще книжка, а я говорю, а здесь книжки нет. Книжки здесь нет. Это такая же гипотеза, что телефон есть. Он сам утверждает, что нет. Он сам утверждает, что он не видит. И просто другая гипотеза говорит о том, что действительно объект может быть запрещенным. Да, так это и запрещен. Но он есть в сознании. Нет, опять, Блокируется, давайте четко, нет, есть картинки. Это другая интерферентация просто. Нет, нет, это тоже самая ситуация. Картинка это то, о чем мы даем отчет. О сознании мы всегда даем отчет. Вот я даю отчет, что я сейчас вижу здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Я хочу переформулировать. То есть Булат, наверное, хочет сказать следующее, что одно дело, как бы, то есть когда вот нам человек говорит, что я здесь, как бы, кроме вот того всего ничего не вижу, то есть иными словами, лыж не вижу, он может как бы действительно не видеть этого, а может видеть, но запрет может работать на уровне высказывания, на уровне как бы озвучивания. Ну это очень сложно. Это достаточно сложно, потому что вот все остальные там опыты подказывают, что нет. Это не на уровне, не на речевом уровне. То есть вот этот короткое вот это... Ну это просто, видите, то есть это тогда он действительно галлюцинирует, получается, вот в каком-то смысле, да? А ведь, ну, в нашей реальной жизни очень многие вот так вот не видят именно ничего. Сейчас поедем дальше. На уровне не высказывания не видят. Вот сейчас мы поедем дальше. Ну, политики там. Ну, да, да, да. Метод, все. То есть есть для того, чтобы подтвердить факт, что поступающие данные в сознание, это две разные вещи, проводились, значит, такие эксперименты. Людям иногда для облегчения психических болезней, когда шизофрении разрезают два полушария, да, и они тогда видят картинки, раздел, то есть могут смотреть либо правую, либо левую, то есть одна отражается в одно полушарии, в другое. То есть если человеку с таким состоянием, с разрезанными полушариями на экране монитора поместить две картинки, он видит только одну. Ну, не будем обсуждать, это просто опыт такой проводился. На одной картинке, значит, курица, на другой картинке снежный пейзаж. Его спрашивают, что ты видишь курицу? Там он не может сказать, у него отрезанное речевое, да. Подбери две картинки соответствующие. Он кладет ножку курицы к одной, на которой лопату. Почему-то лопату. Ну, за курицей нужно убирать в курятнике, вот, то есть он не может даже связать, он не может понять. То есть данные о снежном пейзаже к нему пришли, картинки его нет, и ассоциации он делает. И очень много таких тоже пытается объяснить. И вот тоже ситуация бывает у людей, у которых две минуты памяти. Он подходит к окну, смотрит, зачем он подошел к окну? А, тут кот пробежал, там, или еще что-то. То есть он забывает, зачем он подошел к окну. Но он всегда объяснит, почему он согласованную картинку себе построит. Очень интересный эксперимент их в конце прошлого века проводил Левин с группой разных людей, и там потом повторяли. Это слепота по невниманию, слепота к изменениям и слепота к выбору. Это вот касается нормального состояния человека, не гипнотического, не лунатизм, не алкоголик. Снимают ролик в ролике, во время смены кадров меняется что-то там, шарф, цвет тарелок, положение вещей. Дает людям смотреть, процентов 60-70 не видят изменения. Да, нормально, все в порядке, все вошло. Потом показывают, да, вот шарф пропал. Да, очень странно, как-то вот не видят этих изменений. То есть поступают, понятно, что данные все поступают. Но здесь назвали слепота по невниманию, я бы назвал это наоборот, слепота по вниманию. То есть человек настолько внимательно на что-то смотрит, за разговором следил, что не замечает каких-то вещей. Ну, он просто воспринимает смысл ролика. Да, да, да. Самый яркий пример, который Левин, значит, это известный, это с Горилой. Наверное, слышали. Значит, ситуация такая. В помещении две группы людей в темном светлом, с мячом выходят и начинают пасовать. Светлые светлым мячик кидают, черный-черный мячик кидают. И пускают этот ролик и спрашивают людей, которые смотрят, почитайте, пожалуйста, сколько раз кинули друг другу. Значит, они считают все, говорят, 16 раз кинули. Черный, не белый, белый, так сказать. Белый кинули друг другу 16 раз. Что-нибудь заметили? Нет, ничего не заметили. Во время этого съемки в центре группы выходит человек в костюме Гориллы стучит себя кулаками по груди и уходит. А еще один из группы, за которых не следили, вообще ушел со сценой. То есть вот как карманики работают, привлекают. Да, да, да. Так вот, и самое, что интересно, когда анализируется, современные уже эксперименты проводились более точно, анализируют движения глаз наблюдающих, что они замечали. То есть там видно, что фигура, 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 фигура. То есть можно видеть, что они про пустоту не смотрят, а вот какие точки они смотрят. Когда в центр смотрели, когда там Горилла была. Вот, и я не нашел подтверждения, только со слуха это слышал, что, то есть, ну, в печати нигде, что и когда вы вживляли, ну, в смысле, энцефалограмму там тоже какую-то делали, все там, и артели, что тоже, что данные о Горилле поступают. То есть фиксировано, то есть на уровне нейрона, на уровне нейронов, который, скажем, опять же потом поговорим о нейроне бабушки, на уровне нейронов фиксировалось, но в сознании нет, в картинке этого нет. Потом проводили эксперимент слуховой такой. То есть в комнату запускают несколько людей, записывают разговоры женщин между женщинами, мужчинами между мужчинами, и по испытуемому просят тоже слушать, вот, четко запомнить разговоры между собой. И в это время в комнату запускали мужчину, который говорил, я Горилла, я Горилла, проходил мимо комнаты, и всех спрашивают, что они, что они, что они не слышали. Хотя потом, когда услышали, да, действительно слышно. И был эксперимент с Гориллой тоже. Потом говорили, вот Горилла. Говорят, ой, точно Горилла, ой, как-то не заметили. А больше ничего не заметили. Занавес был, и желтость переменялась на красный в это время. Это, как бы, слепота по невниманию. Потом слепота к изменению, это я его тоже говорю. Очень интересна слепота к изменению эксперименты. Значит, начальные были такие, что кадр снимает, сидит мужчина за компьютером, то раздается звонок телефонный, он встает, идет к телефону, видно, что он выходит в коридор, снимает трубку, говорит, кладет трубку, возвращается к себе на рабочее место. Все смотрят, ну, все смотрят. Это что, ничего, все в порядке, все нормально. Потом смотрят, а снимался, вставал один актер, а ушел другой. Практически никто не замечал. То есть, всегда, конечно, кто-то замечает. Но процент явно не средний, там, около половины, то есть 40%, 30%, 60% в разных ситуациях, но все равно есть огромное количество людей, достаточно статистически. То есть, я не привожу здесь цифры. Или более интересный эксперимент, уже тоже из современных, подходит человек на улице, прохожий, он, как мне пройти туда-сюда, там, все, тут начинает ему объяснять. Тут идут мужики, они несут дверь какую-то, там, как лист картона проносят, и между ними, ой, разрешите, разрешите, прошли. И в это время меняется человек, который... И тот продолжает, не замечая, объяснять ему, что как дальше пройти. Вот. И самое интересное, это вот то, что психологические и политические вещи, это глухота, внимание к выбору, слепота к выбору. Значит, провели такие эксперименты, людям дают попарно фотографии женщин, и распределите их, какая-то нравится или не нравится. Ну, это нравится, это не нравится, это нравится, не нравится, это нравится, не нравится. И потом, очень незаметно, ну, так, чтобы вот он видел, что вот они здесь лежат эти, вот он четко положил, которые нравятся, меняли их местами. И потом просили, объясни нам, почему ты считаешь вот эти, которые тебе нравятся, нравятся, и он объяснял, вот почему, вот здесь мне нравится поворот головы, здесь у меня волосы, здесь у меня глаза, все это в поем вкусе, это похоже на мою первую жену, это вот на одноклассницу. Это трудно поверить. Да, 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 более того, значит, такой эксперимент. Они более-менее хотя бы должны быть похожи, как-то иногда подобрали. Нет, там, естественно, не так, чтобы там уродины совсем, ну, более-менее нормальные. Но это еще, это что? Дают человеку опросник, в основном-то в социально-политической направленности, для выявления его каких-то вот отношений там социально-политических. И он отвечает на вопрос, там, вот так, нравится, да, это да, я за это, там, за казнь, смертную казнь, я против. Ну, более-менее такие нейтральные, может быть, не такие вот яркие, которые, да. И когда он пометил, 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 да, случайно меняют на противоположное ему, незаметно для него. И просят, объясните нам, почему вот вы делали этот выбор. И процентов 30-40 людей объясняют полностью, вот, чтобы они сделали этот выбор, потому-то, потому-то. Не запомнить вот так. Вот, да, да, это эксперименты. Это эксперименты. Что человек, я объясню, почему. Он тогда не думает, когда ты отвечаешь. Да, так они и думают. То есть, скажем, имеют свое мнение, такое устойчивое, это, конечно, единицы процентов 10, наверное. Большинство, они просто не задумываются на эти вопросы. Когда они спрашивают, они выбирают что-то. Это не относится к сознанию, к конформизму. Нет, это относится к сознанию. Почему я объясню, это относится к сознанию. Это относится к сознанию, потому что, и почему, когда человек вышел из коридора, из комнаты пошел к коридору, нашел способность сохранять единую картинку, сшивать ее. Мы предположим больше, что, то есть, нам важнее вот это движение, проход, и вот что вот эта стопочка, она та же самая. Когда мы отвернулись, вот доска эта, я отвернулся, я повернусь, у меня, как бы, желание, чтобы была та же самая доска. То есть, сшивать свою картину мира, сшивать свое сознание, более сильное желание, чем, как бы, вот какие-то эти вопросы. Так, глухота по вниманию я тоже уже сказал. Есть интересный эффект Макгурка. Это вот, это уже сугубо сознание, именно как формируется наше сознание, не на основе данных поступающих, а на основе какого-то комплексного видения и соблюдения общей картинки. На экране человек, который делает губами вот так вот. Я не произношу, он говорит, га-га-га-га-га-га. А звук подложен. Ба-ба-ба-ба-ба. Подложен звук. И вот если, скажем, предыдущие все эксперименты, когда человеку говорят, он начинает видеть, он начинает собрать, а, да, гирел, горел, я увидел, а, да, за него заметил. Так вот, здесь, найдите в интернете эту запись, четко слышно ба-ба-ба-ба. То есть, не да, а, слышно да-да-да-да. То есть, среднее что-то слышно. Делает рот га-га-га. Подложено ба-ба-ба, а слышно да-да-да. Вот ты слышишь, смотришь на него, точно слышишь да-да-да. Закрываешь глаза, слышишь ба-ба-ба. Если сложить их, получается, разве да, это среднее между ба-ба-ба-ба. Это вопрос не к тому, как это среднее или среднее, но слышно да. Александр, есть такая гифка, может быть, встречали в интернете, силуэт женщины. Которая вращается, да-да. Которая может вращаться то в одну сторону. Да, то в одну сторону. Хотя, если посмотреть раскадровку, то, естественно, она вращается только в одну сторону. Вот в отличие. Может быть, это... То есть, это да, вот это тот эффект, который мы на основе... То есть, это еще один. Но в отличие, скажем, от этого эффекта Макгурка, здесь сознательно невозможно услышать ба-ба-ба. Вот я сколько, я смотрю, я его включаю, смотрю, слышу да-да-да. Закрываю глаза, включаю, слышу га-га-га. Затыкаю уши, смотрю, смотри... О, нет, да-да. Ну, в общем, издаваться нельзя. То есть, настолько губы... Но если вы закрываете глаза, по идее, вы должны услышать. Нет, я закрываю глаза, я слышу ба-ба-ба. Открываю глаза, я слышу да-да-да. То есть, вот настолько воздействия какие-то... То есть, насколько искажаются четкие звуковые данные для согласования картинки. Может, они просто накладываются на другую? Нет, ну как, одна картинка, звук-то один идет. Ну, звук и, грубо говоря, зрительное раздражение и слуховое, грубо говоря, накладываются слоями на другую. Да, да, да. Они накладываются. То есть, если накладывались звук и звук, то есть, было понятно, что я... А здесь звук-то идет один. Ну, здесь некоторое раздражение, потому что в итоге мы проверку произведем именно по звуку. Да. Мы как бы не говорим, какие... И получается, что наша картинка, вот наша картинка, и сознательная, которую мы видим, она очень так, начиная с чертика, да, строится на очень каких-то... Особенно социальная картинка, социальные какие-то данные, которые... Что увидят два человека разного социального уровня, политическая ориентация, религиозная ориентация в одном и том же и услышат? Очень разные. То есть, вот, сформирование картинки из поступающих данных очень неоднозначно, очень неоднозначно. И чаще выбор делается в пользу... То есть, если какое-то рассогласование идет, рассогласование в пользу сохранности картинки. Ну, это же похоже на то, как образованный человек и необразованный увидят, допустим, в объекте какой-нибудь тракторе или какой-нибудь... Да, конечно, конечно. Один у них какое-то ведро, а другий увидит... Ну, конечно, конечно, конечно. Можно это вопрос? Да. А если, получается, есть рассогласованность между картинкой и поступающими данными? Нету рассогласованности. Нам недоступны эти данные. Я к тому, чтобы говоря, насколько картинка может вообще отличаться? То есть, наверное... Картинка... Картинка... Сознание, когда смотрите клип. Но, если в какой-то момент, если сделать такой клип, что там произносится губами одно, а звук подложен совершенно не совсем... Нет, ну да, да. У вас как бы никакого наложения не будет? У вас просто разорвется. То есть, здесь в данном случае... Вот об этом речь. Да, да, да. Я думаю, что речь идет о сравнении... А как на самом деле? На самом деле... А, естественно, если рассогласование идет сильно большое, то действительно человек... Придумывает обоснование этому и другое. Это как к фотографиям с женщиной, понимаете? То есть, до определенного предела, да. А если как бы ты... С другой стороны, человек, который с короткой памятью подходит к окну и так далее, он эти самые фрагменты, пропуски домысливает, причем больших... Домысливает. А то, что всегда домысливает. Домысливает всегда. Память наша домысливается очень сильно. Иными словами, ну, грубо говоря, да, и вот у меня есть, не знаю, там, картинка, вот как пазл, да, собираете. Там может не хватать, там, десяти фрагментов, двадцати, а может не хватать, там, чуть ли не половину. Ну, она всегда будет цельная. Всегда запомнился. Сколько необходимо или минимальное количество фрагментов? Один. Один фрагмент. В принципе, это вообще как бы не ехать. Никакого. То есть, наша картинка всегда цельная. Есть ситуация, по моему, как бы, такому предположению, если в ситуации согласование идет слишком сильно, то есть, внешние данные настолько уже не вписываются, то человек может потерять сознание. Человек теряет сознание, когда сильный диссонанс между поступающими данными, он не может их интерпретировать в своей картине мира. Вот, или, может, депрессия, болезнь, ну, либо потеря сознания. В 20-ти и так далее, да? Вот. Ну, да. А, да, сейчас, кстати, можно как раз про нейрон бабушки рассказать. Он не совсем имеет к этому отношение, но позволяет вот именно интерпретировать, почему лыжи или там это приятели видели. Значит, нашли по исследованию, что за каждый какой-то объект моя бабушка, там, Грель Марло, да, или вот как конкретный мой ноутбук, мой конкретный ноутбук, отвечает один нейрон за фиксацию. И при этом показывают трифотографию человеку, и имя называют, либо что-то связанное с бабушкой, вот с моей конкретной бабушкой. Этот нейрон возбуждается. То есть вот у человека за каждым объектом... Навсегда? Навсегда. 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 Он может даже потом забыть, но... Локализовать можно что-то. Да, да. Вот одного нейрона? Один нейрон. Это эффект называется, эффект моей бабушки, эффект Морель Марло, или эффект актрисы этой... Морель Марло. Нет, нет, нет. Зонди. Берри, Берри... Берри, Берри... Да нет, нет, нет. Ну ладно, не буду спорить. То есть, да, нашли, действительно, ставят на один нейрон, человеку показывают... Все, что угодно показывает, он не реагирует. Но как только связано вот с этим предметом, конкретным, с конкретным человеком, скажем, то этот нейрон возбуждается. Так возбуждается в зависимости от имени, от звука? От имени, от голоса, от упоминания фильма с этим актером, скажем, от внешнего, от видения, от мысли о нем возбуждается один нейрон. Так связь упоминания явная или все-таки домысливается человеком? Нет, 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 возбуждается нейрон. Это как это, вот, что значит домысливается? Нейрон возбуждается. Если там, допустим, у меня бабушки Маша. Любой Маша, если бабушка... Нет, 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 конкретная бабушка. Мари, бабушка, да? Нет, конкретный... А где бабушки, два нейроны? Иди, индивидуально. Это не лексика, не что-то. Это связь с объектом. Связь с объектом. Связь с объектом. Вполне возможно, но это еще как бы не нашли. То есть я предполагаю, что есть как бы нейрон и на классы... На каждый стол, на каждый камешек, нет? На каждый крючок, на каждый болтик. Була, Була, если вы в своем сознании зафиксировали какой-то конкретный камешек, зафиксировали в сознании, то это... Одной бабушкой будет меньше. Нет, 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 подсчитывали, что нейронов у нас хватит на все камешки во Вселенной. Нейронов у нас хватит. Но речь идет не на каждый камешек, абстрактный какой-то. Вот если он как-то зафиксировался в сознании... Памятный какой-то, да? Ну, не то, что памятный. В любом случае, если в сознании вы что-то зафиксировали, этому фиксируется нейрон. Конечно, обсуждают, что с этим нейроном связана еще целая сеть. Не, ну, подождите, вот смотрите, но ведь наверняка это все-таки временный эффект, потому что, ну, можно получить, не знаю, какое-то повреждение из мозга, да? Ну, да, 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 конечно. Ну, снова столкнуться с этим... Да потом не узнаешь тогда. Ну, прямо уж совсем. Ну, если нейрон... Ну, либо заму... То есть, вот это, вот это еще не буду говорить, это очень сложный, наверное, эксперимент. Они только открыли туда. Я думаю, что им стоит провести хотя бы, то есть, не надо как бы... Ничто это шло. Пусть на камешке, действительно, каком-то вот... Я, если говорить о компьютерной интерпретации, вот со современной, скажем, семантической базы, именно семантической базы данных. Айди какой-то. Вот есть Айди, да? Вот. А к нему привязана уже куча предикатов. База, да. И да, они могут меняться. Но Айди есть, вот этот нейрон, это вот Айди, к которому... Вот и если... Почетная запись, да. Да, и если вот говорить опять про гипноз, то да, что при... Этот нейрон, на эти конкретные... Твой приятель, которому запретили, он возбуждается, но в сознании не проходит. В картинке его нет, не видно. А премнезии? Есть амнезия. Как бы можно предположить, что, понятное дело, так сказать, не все нейроны связаны с объектами и уничтожены. Сам нейрон бабушки остается. Конечно, работает, да. Поэтому человек не может вспомнить, потому что нейрон не возбуждается при каких-то там, при виде той же самой бабушки. А это можно даже смотреть, я не знаю. Там варианты могут быть разные. Скорее всего, при амнезии нейрон-то есть. И он может... То есть, может быть, даже, если провести такой эксперимент, что когда он увидит, нейрон возбудится, но в сознании... То есть, если нарушена связь с сознанием, то есть, узнавание, это прежде всего появление в сознании. Ну, об этом и речь. Поэтому, если нейрон возбуждается, а контакта нет, тогда, грубо говоря, можно амнезию легко перепрошить. Вот, правда, гораздо интереснее понять, а как вот это сопоставление происходит, да, ну, условно говоря, чисто технически. То есть, какой образ там, я не знаю, можно записать там в этот нейрон, чтобы вот это узнавание происходило. То есть, имена как бы разные, да. То есть, ну, и Маш может быть много, не только бабушка Маша. Бабушка меняется со временем, да, то есть, вот, но при этом как бы... Ну, это как ID. То есть, скажем, есть база, таблица имен... Но с именем-то просто, еще раз, вот, понимаете, вот в чем проблема. Это программирование с именем просто. Есть имя, есть ID. Вот. А здесь... Но это имя может разуматься ID. Нет, не, не, понимаешь. А здесь-то возбуждается не по имени, а по как бы по факту объекта. Понимаете, вот в чем дело. То есть, бабушка как бы, она возникает не просто как имя, вот. Она может другое имя поменять. Да. Она может ли имя... Если говорить чисто вот эволюционно, то выгоднее ситуация не баз данных, когда мы привязываемся, определяем объекты по предикатам, а именно вот ситуация, когда каждому объекту свой по ID. Тогда, то есть, скажем... Но объекта, понимаете... Нет, я тебе это поясню. То есть, когда нужно определить по таблице базе данных, ты должен для определения объекта выделить ряд предикатов. Уникальный ряд какой-то, в котором ты должен... Ты должен имя, фамилия, год рождения... Для разных объектов... Для конкретного объекта, чтобы определить, что это... Я это говорю. Чтобы этот конкретный объект, нужно ряд предикатов, да? И вот пока ты не выделишь ряд предикатов, ты не определишь, что это ID. Другой вариант. Другой вариант. Фиксировать ID, а предикаты могут плавать. Ты можешь забыть, как... Как фиксировать? Технически. В предыдущем... Так, в том пределах. Я не знаю, как это... Мозг делает так. Я не знаю, как, но мозг делает так. Предикаты это способ фиксирования, понимаете? Вот вы его описали. Мозг делает именно так. То есть это уже экспериментально доказано. Вы знаете, что странно? Другие люди забывали время от времени, потому что у нас же отмирает эти... Нет, 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 нет. Не отмирают, не отмирают. Ну как так? Нет. Ну, во-первых, скажем так, не отмирают, а наоборот, еще множатся до конца жизни. Нет, ну считается, что от алкоголизма они что-то там отмирают. Ну он его тоже забыл. Ну если вот... Ну как забыл, но тогда все бы друг другу время от времени забывали. Почему время от времени? То есть если от удара по голове или от болезни от алкоголизма ты кого-то забыл, ну и забыл. Нет, ну потом нет, потом нет. Почему? Значит нет, значит нет, не отмирают. Потом смотрите, ну без предикатов же не обходится, потому что если, допустим, человек, ну не бабушка твоя, да? Они привязаны к этому нейрону, а не разуться. И дайте мне договориться. А если человек не бабушка твоя, которую ты видишь каждый день, а допустим какой-то твой одноклассник, вот он привязан к определенному ID. Но если он сильно изменился, ты его не узнаешь, и нейрон не сработает, понимаете? Это значит, что... Его пропишут твои мои. Здесь мы рассуждаем... Это значит, что все-таки предикаты какие-то там есть. Конечно есть. Здесь речь в этом, что естественно, что к этому нейрону привязана некая сеть предикатов. То есть, естественно, привязана как-то. Но, скажем, при достаточном количестве этих предикатов возбуждается этот нейрон. То есть, скажем, имя, фамилию произнесли, фильмы перечислили, скажем, со Сталлоне. Возбудился этот нейрон. То есть, есть... Но нейрон привязан. Так, наверное, выгоднее получается действовать. Какой механизм, неизвестно. Но, в любом случае, если мы что-то зафиксировали... Вот, скажем, мы не знали Сталлона, актера, вообще. У нас не было... И потом мы смотрели несколько-несколько фильмов, все... И он сказал, а вот это вот Сталлоне... А, да. И у нас срабатывает один нейрон, который связывает все наши, что мы его знали, связывает нейрон бабушки. Наверное, не только человека так связывает, а вообще любой объект. Любой, любой, любой объект. Фиксированный... А забыть-то можно? Ну, наверное, забыть-то положено. Нет, нет, нет. Здесь с забытьем есть два варианта. Один вариант, что что-то физически поврежденное. А есть вариант, что мы не можем что-то в сознании. То есть, может быть, даже и срабатывает нейрон, но порог... То есть, просто как бы запретить. То есть, то, что к нам попадает в сознание, должно преодолеться какой-то порог. Почему они не видели горит? Потому что возбужденность нейронов счета, которые... То, что они сейчас делали, было гораздо сильнее. И данные возбуждения... Скажем, был нейрон горилла. И он возбудился, когда было горилла. Но порог был такой, что он не встал в сознание. И вот тут мы подходим к интересному моменту. А зачем же нужно это сознание? Тогда. А вот тут мы как раз сейчас и говорили о памяти. И вот моя гипотеза, гипотеза такая, что... Вот чем отличается, скажем, лунатик, тот же зомби, или алкоголик, который не помнит? У него отсутствует память. То есть, нам сознание нужно того, чтобы помнить. То есть, сознание, воспоминания какие-то, будущее планирование. Это та картинка, в которой соединено то, в чем мы действуем. У лунатика этой картинки нет. Он действует только конкретный шаг. Вот он его делал. Чем ущербно невидение лыж? Тем, что вдруг это было не лыжи, а что-то существенное для совместной деятельности людей на завтра. И они будут обсуждать чего-то, а он чего-то не видел. То есть, в сознание помещается то, что важно для деятельности... Вот для лыжи, вот здесь вы сказали, на завтра, это лишнее какое-то упоминание. Это может и сейчас быть существенным, понимаете? И сейчас, конкретно. То есть, в текущей деятельности и совместной деятельности, протяженной во времени, протяженной во времени деятельности, нам нужен некий набор объектов, которыми мы оперируем. И вот они помещаются в сознание. То есть, скажем, если в нейронной сети мозга у нас фиксируется все, но то, что не нужно для деятельности, оно либо формально отрабатывается без сознания, множество вещей мы отрабатываем без сознания, а вот реагируем мы и действуем мы, задействуем в деятельности то, что есть в нашем сознании. Скажем, например, летит камень. И я отвернусь, это мое действие, да? А при этом я действую так, он у меня есть в сознании. Но это может и галлюцинация, и реальный камень. То есть, я действую от того, что есть у меня в сознании, а нет данных конкретных. То есть, если бы я действовал от конкретных данных, от световых, я бы отвечил бы галлюцинацию, а галлюцинация это моя, от световых данных нет никаких, световых данных не поступило на рецепторы, но я отвернул голову все равно от галлюцинации. То есть, мы действуем с объектами в своем сознании. Основной принцип формирования – это согласованность этих объектов в своем сознании и их участие в протяженной во времени, распределенной во времени деятельности, в текущей, моей индивидуальной и совместной. Александр, а можно сразу как бы философский, вот именно сугубо философский контр-тезис? Ведь на самом деле, если нам просто поступают данные, то мы действуем в каком-то смысле как автоматы, мы не относимся к происходящему. Мы не можем, собственно, отнестись. Поэтому картинка нам нужна не потому, что нам нужно действовать потом, во времени протяженно, а потому что мы хотим, будучи как бы людьми, то есть, ну, не то что хотим, да, но вот у нас появляется такая возможность с появлением картинки отнестись, противопоставить себя к происходящему. То есть, вот на нас летит камень, мы можем его видеть, но мы можем не отвернуть голову, мы по разному можем поступить. Именно потому, что у нас есть картинка. Так это аргумент именно в пользу моей версии. Это именно, нам нужно распределенное во времени действие. То есть, не текущие, да нет, 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 действие. Мы гегенштанд, понимаете, предмет, гегенштанд, гешталь, да, то есть, то, что стоит напротив. Картинка, она всегда как бы выносит вот это вот происходящее, вот эти автоматические процессы, как бы, ну, так сказать, данные. Тут стоит время. То есть, именно, вот именно... Вы видите, здесь не причем. Нет, нет, время. При всем желании. Нет, именно разговор, что я должен отнестись. Вот это само отношение... Отношение, но оно тут не требует времени. Именно требует любое, любая мысль, это некое движение во времени. Вот если вне времени, тогда можно действовать автоматически. Как только... Нет, я просто добавлю, на самом деле. Суть-то в чем состоит? Зачем нужно сознание? Что на самом деле расставить приоритеты. Одно сейчас более насущное, допустим, там, если я хочу... Ну, поток данных. И чем другое. Менеджментом этого потока. То есть, это на самом деле остановить, вот, когда есть какая-то генерация, да, создается эта картинка, я в этой картинке могу выбрать, что для меня сейчас я буду делать. Нет, ну, не совсем. В этой терминологии, создавая картинку, как бы, ну, твое там сознание, там, не знаю, что там, да, вот оно и выбирает. То есть, есть потоки данных, вот эти они, а не есть генерация, поток данных. Поток данных это генерация. Вот. А картинка, это уже результат, понимаешь? Не важно. Ты говоришь про следующий какой-то там этап. Нет, не про следующий. Я говорю, что в картинке, нам нужна картинка только для того, чтобы мы могли в ней выбрать, что сейчас важно, а что оставить на потом. И память, память. На что внимание обратить, а на что пропустить. Картинка наша строится из памяти, сохраняется в памяти. То, что не было в картинке, мы не помним. То есть, вот эта непрерывность сознания, непрерывность сознания и обеспечение память о прошлом и мечты о будущем, по данным, 30% времени мы проводим в мечтании, каждый человек. А у меня вопрос, извините, пожалуйста, сознание нужно для того, чтобы мы могли вот эти вот самые, как было сказано, генерации выбрать. Так не будет сознания, так необходимости выбирать эти генерации не будет. Ну, хотите быть, да. Ну, как автоматически. Нет, смотрите, вы хотите кушать, одновременно хотите сходить в туалет и одновременно угроза опасности, что вас хотят убить. Ну, есть элементарные одноклеточные организмы, которые здесь справляются с этим. Не испытывают по этому поводу никаких нежеланий. В том-то и дело, что... Подожди, подожди. Да. Я говорю о том, что как раз-таки все с точностью наоборот. Исключительно имея сознание, мы сталкиваемся с такими самыми генерациями, планированиями и так далее, а не наоборот. Когда, когда появляется... То есть, когда клетка сама по себе действует как автомат, ей никакого сознания не нужно. Но когда появляется сложное действие, сложная деятельность, не сводимая непосредственным реакциям, у социального человека, у социального человека... А что может быть, человек, если у нас есть только клетка? Нет, я говорю... Такой я и пеший говорю про человека. Речь идет о том, что сначала возникает дополнительный функционал, в каком-то смысле бессмысленный. Вот это сознание, картинка, да. Вот мы носимся с ней как с чем-то таким, что возникло как бы эволюционно, как что-то необходимое. А речь идет о том, что это как бы, ну, какой-то случайность, рудимент. Вот возникло... Ну, это не может быть, да, да. Да, что мы фактически противопоставили себе происходящее. Так нет, в том-то и дело. Это позволило нам многое, конечно, да, но... Вопрос формулируется... Это и есть... Это не важно, когда появится... Нет, ребят, ребят, это и есть основной вопрос философии создания. То есть, либо мы можем все свести к моментальному реагированию на возбуждение и реакция, и тогда действительно нам картинка этой не нужна, либо мы не можем свести деятельность, вот деятельность к вот этой автомату, и тогда потребуется нечто, что сшивает. Вот автомат здесь, 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 здесь. Нужно что-то, некое, нечто сшивающее и обуславливающее, на что мы реагируем. Мы же реагируем не на... То есть, мы уже выяснили, что мы реагируем и функционируем, и действуем не с данными, с внешними, а с нашей картинкой, которая уже сформирована непонятно даже каким образом и как. Но только так, чтобы обеспечить нашу деятельность. Откуда берется вот это требуется? Непонятно. Благодаря этому необходимо осознание существует. Это не, а данные-то противопоставили картинке, я что-то не понял. Что? Как данные-то противопоставили? Картинка и данные-то одно, и что в картинке. Нет, 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 нет. Все примеры. Нет, это просто в наше сознание есть, естественно, есть в сознании некая направленность, то, на что за внимание. Мы искать конкретный момент, когда на что внимание, остальное не видим. Да, вот сколько ты лепишься, но... То, что ты называешь картинкой, Александр называет данные. Вот есть поток данных, они как бы идут, проходят мимо. Понимаешь, они не отражаются в картинке. А картинка, а картинка... Не отражаются в картинке, мы не видим. Ну зачем спорить о словах? О словах, да, да. Прежде чем, потому что картинка, это зависит от слов, зависит от вывода. Если я не спорил, то потому что... Какие выводы? Ну потому что я в любой момент могу, вместо того, чтобы заниматься подсчетом каких-то белых вещей, я могу переключиться и увидеть этого обезьян. В любой момент. Да. Могу переключиться. Да, ну тогда... Это означает, что картинка вся есть. Нет. Ну просто я рада на это. Нет, нет, Влад, картинка, это то, что вы видите здесь и сейчас. Я вижу все сразу. Ну только мой мир на самом деле. Нет, на самом деле... Нет, подожди, Александр, Александр. Мысли на самом деле у вас тоже существенны, потому что он говорит, что вот этим фокусом можно управлять. Причем активно управлять. Конечно, конечно, можно. Причем управлять так, как будто ты знаешь, куда ты перемещаешься. Как ты можешь переместить свой фокус, внимание на то, чего у тебя нет? Да. Именно второе зрение. Да, Влад. С финологической точки зрения говорят, что есть предмет, а есть всегда фон. Не бывает просто предмета. Не бывает просто мячи. Всегда есть фон. Есть вот здесь и сейчас. Он не актуалит. Так вот, это ошибка. Здесь и сейчас это всего лишь актуально. Но есть фон. Стоп, стоп, стоп. Влад, вот есть здесь и сейчас картинка, которую я сейчас конкретно вижу. Я в данную секунду вижу эту картинку. И мое действие вот сейчас, то, что я буду предпринимать, зависит именно от того, что я вижу здесь и сейчас. Это не в полной мере. Не в полной мере зависит от этого. Вот, если я не воскликнусь, ааа, обезьяна, значит, ее нет. Сейчас я ее не вижу, то, что я по... Ну, вы свободный человек, вы можете по разному обезьяным. Нет, ну, у нас нету, я нету, у нас нет, у нас там возможности выбрать между вижу или не вижу. Ну, вас вскликнуть или не вскликнуть, есть возможность? Если я обижу тебя. Когда я обижу, я могу вскликнуть или не вскликнуть. У нас нет выбора, видеть или не увидеть. Условно, если есть фон, на который вы внимания не обращаете, значит, его нет, что ли? Нет. У вас нет его в сознании, вы его не видите. Вот как бы достижение феноменологии за Гусарля. С фоном-то зря. Нет. Это постороннее слово. Нет, это хорошее слово. Нет, это такое. Не важно. Потому что есть понятие такое, актуально вам актуально. Горилла нет. Горилла же не является фоном, но что вы рассказываете? Нет, почему? Ну, очень даже как раз являются. Потому что то, что дано здесь и сейчас, в понятиях Александра, это вот актуальное. То, что актуализировано. Да, то, что актуально. То, что видно. То, что видно. Но в связи нашим восприятий, вот это актуальное, это всего лишь маленькая часть на фоне неактуального. То, что я воспринимаю. Картинка. Это то, что я воспринимаю. Вот я считаю, не о выводе в актуальность неактуального, а о принципиально другой ситуации. Именно когда, что я не вижу, нет этих лыжных, но вообще нет, в смысле. Нет. И гориллы, нет, не вижу. Не вижу. Я не могу сознанием воли увидеть. Подождите, если бы это было так, человек вошедший в гипноз, он бы потом не рассказал, что он в гипнозе все это видит. На самом деле. Почему он говорит? Я скажу в гипнозе все это видит. Значит, он видел, когда эта горилла была, но просто он ее не запечатлел, потому что вы уважалили. Нет, ну была, была, была. Подождите. Здесь терминология. Была. Здесь терминология. Ему поступали визуальные данные, в которых была горилла. Поступление визуальных данных и видеть, это две разных вещи. Еще раз говорю, что я... Но это же записалось на нервы. Понятие внимания и тело, к тому же, уронятие внимания. Он же вспомнит, сколько ступенек он прошел, хоть и не считал. Под гипнозом. Под гипнозом. Под гипнозом. Значит, оно в сознании было и в любой момент. Нет, это терминология. В мозгу, в нейронной сети, но не в сознании. Ты просто так, если ты хочешь, сколько с ним без гипноза, без помощи гимнатизера, сколько хочешь с сознанием управлять, вспоминать, эти ступенки не посчитать. Сознание есть только то, что ты запомнил. Допустим, Булак, 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 нет, под гипнозом. Еще раз говорю, давайте я просто объясню, что смысл. Смысл состоит в том, что сознание наше фокусно. Да, 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 фокусно. А почему, говорю, все остальное есть в сознании? Потому что на любой момент может перейти, но вдруг раз и перешел туда. Так, стоп, стоп, Булак. А я отвечаю на практике, на психологическом эксперименте. Нет, это все понятно, что... Булак, стоп, 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 стоп. А на другом психологическом перешел туда. Булак, допустим, вы посмотрели, посмотрели ролик с гориллой, один раз, один раз, не увидели гориллу и ушли. Вам никто ничего не сказал про нее. Вы когда-нибудь ее вспомните? Нет. Нет. Значит, ее в сознании у вас нет? Почему? Она могла бы быть в любой момент. Нет, она не могла бы быть. Но если вы ее не увидели, то ее у вас в сознании нет. Восприятие гориллы... Восприятие, Булак, а какого цвета глаза были у гориллы? Какой гориллы? Ну как же гориллы? Вы же говорили, что ее вы видели. Вы же говорите, что все видели. Вы будете, если вам после ролика подать... Вы скажете, что вы, что я, больной, что ли? Я, да, что... Подождите, подождите, но если во время просмотра ролика тебе скажут, слушай, ты видишь гориллу? Нет, не вижу. Ну как же, посмотри внимательно. Ты найдешь. Так вот, об этом и речь. Об этом и речь. Да, об этом и говорили. Не надо возвращаться всегда, как бы вот он посмотрел ролик и не видел. Понимаете, речь идет о том, что оперативно... Я, я не об этом. Вы об этом, а я не об этом. Только это очень важно. Это очень... Вы пытаетесь говорить, что время, а в итоге как бы рассматриваете статику. Естественно. То есть, это самая банальная мысль, что если я чего-то не видел сегодня, я могу это увидеть завтра. Кто же говорит, что нет? Нет, 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 вы прямо здесь и сейчас. Нет, нет. Можете переместить... Нет, это уже не здесь и сейчас. Это уже через минуту. Сам не можешь. Сам не можешь. Это все тебе поможет или... Долгой человек скажет, а посмотри, как же я не говорил. Понимаете, вы говорите о каком-то единичном... Другой человек уже сказал, смотри за мечами. Ладно, ребят, давайте... Он уже заставил тебя спонсировать свое внимание на одно. Если бы от тебя, смотрите, ну если бы им не сказали, смотри за мечами, они бы увидели же, правильно? Если бы не было задачи, ну об этом и речь. А я говорю, безуарясь о том, что... Сознание, оно же активно, оно может выбрать... Я говорю о том, что... Это же сам человек, сам брат. Сознание активно, неактивно, пассивно, оно не находится в состоянии однозначного соответствия с поступающими информационными потоками. То есть, зачем это нужно? Это и не нужно. Это и не нужно. Это никому не нужно, понимаете? Это же вот безусловно, потому что потоки... Вы на пищи там перевариваете. Вы каждый раз чувствуете, как там пищи перевариваете. Так вот, если... Это не достоинно просто человеку, понимаете? Если, если перед вами стоит горилла, это не значит, что вы ее видите. Вот и все. Смотрите, но не видите. Ну нет, наверное... Ну и просто не... Вот и вот об этом я речь. Ну как же сейчас эксперименты, а... Они сейчас это не... Нет, вы же как бы... Подождите, вы же это обобщаете на сознании вообще. А вы говорите, что сознание устроено так, что оно может перейти... Сознание не устроено так. Что перейти? Сознание... Булат, Булат, Булат. Давайте не боймотерами. Что ты рассказываешь? Ты в любой момент не можешь понять, никогда не сможешь понять, что я там переваривался внутри. Невозможно. Нет, он не хочет этого. А, ты хорошо, хорошо. Стоп, стоп, стоп. Я меняю тему внутри, про желудок рассказываю. Значит, есть у нас в России, в России ученый, физиолог Игорев, и он выдвинул новую концепцию сна. Раньше как считалось, когда вот, что мозгу нужно отдохнуть, да, и вот он мозг отрубается, и человек спит, мозг отдыхает. Или там мозг что-то обрабатывает данные, то, что он видел днем, да. Но тут стали проводить эксперименты с крысами, мешая им спать. Не давая. Что-то только засыпают, их там, ну, чем-то отвлекают. Ну, током, не током, там, не важно. Нашисти. Вот. Раньше, раньше, позже крысы умирают. Или даже проводили это с гуманностью, вот только-только начинают потом возвращать люди, но только когда уже все в том числе. Чтобы повторить эксперимент еще раз. Да, да, да. Это гуманность. Делают вскрытие. Делают вскрытие. Мозг идеален. Умирают всегда от всяких дефектов внутренних органов. Язва желудка, язва, там, печень разлагается, печенка, селезенки того, что смерти только от физиологических внутренних. Вот. И, значит, вот наш Игорев, значит, выдвинул эссеральная теория сна. Эссеральная – это внутренние органы, да, вот. Вот, значит, он предположил, что мозг есть ни при чем. Мозг может работать себе сколько угодно, и он работает. И когда впервые усомнились в том, что мозг нужно отдохнуть, когда стали снимать эссерограмму мозга спящего, он работает вовсю. Только ритмы там другие. Ну, значит, что-то он там делал, другие ритмы. А он предположил, что сон необходим для того, чтобы сбалансировать жизнедеятельность организма, внутренние органы. То есть переключить эссерограмму. Что-то, когда человек устает, он чувствует усталость. Мы же не здесь чувствуем усталость, а вот в теле усталость. И когда устают органы, посылают сигналы, множество сигналов от разных органов мозга, мозг, что все начнет нужно, человек отрубается, и мозг переключается на внутренние органы. И начинается отладка внутренних органов. Самое интересное, что эта отладка внутренних органов происходит на тех же самых нейронных сетях, что и наше сознание, то есть когда мы действуем, вот видим картинку. Вау, может быть, оказаться печенкой. Вот. Может, это у тебя печенка сидит. Где-то приблизительно даже так, что да. То есть те же нейронные пути, и даже... Давайте все-таки немножко... Да, да, давайте. Даже пытаются этим объяснить действенность иглоукалывания, что те же нейронные пути, которые идут от чувствительных точек на теле, они связаны и с органами, и можно как-то влиять на органы, то есть такое рациональное объяснение действия иглоукалывания. Значит, что происходит? Есть... Ну, он предлагает, что есть какой-то орган, не орган, то есть система сознания, и есть система обработки внутренних органов. И вот в мозг переключается кора либо к внешним данным, либо переключается к внутренним данным. И объясняется этим очень-очень много. Сновидение объясняется так, что поток данных, когда не совсем отключено сознание, поток данных от внутренних органов, он интерпретируется нашим сознанием в своих терминах, то есть в том, что он видит. Ну, то есть в прямичных образах, там люди, дома, там все прочее. А в это время идет поток данных от... То есть в основном можно понять, как человек себя... Да, да. А как быть тогда с ритмами снацикличность? Вот. Значит, а это всего лишь цикличность, это ритмы органов. То есть замерили ритмы кишечника, желудка, представьте, как там они дириоритмические. И вот отражение ритмической смены ритмов, это переключение на ритмы органов. И когда они меняются там чуть-чуть, это ритм сердца, ритмы желудка, легких, и они отражаются на ритмике сна. Есть всякие, объясняются болезненные явления, скажем, когда человек просыпается, есть такой вот эффект, и несколько минут он уже в сознании, но не может пошевелиться. То есть он... Морализован. Переключилось на восприятие, переключилось, а на управление еще не переключилось на органы. Либо, скажем... В этот момент можно из тела вылезти. Ну, там бывает, там не совсем с этим... И бывают такие случаи, когда, наверное, для многих что-то засыпаете, и что такое по телу идет. Это тоже момент переключения, то есть он объясняет, что сигнал, который шел на внутренние органы, еще не полностью переключился, и пришел на органы. Все подергиваются, говорят, что это проверка, как бы организм проверяет. Умер, нет? Нет, нет, нет. Это говорят, да, говорят. Но по его теории, либо другие эффекты бывают, что когда человек засыпает, и в темноте, и вот перед засыпанием начинает видеть какие-то движения, что-то там бегает у него. Вот, сознание открывается, свет включает, ничего нет. Это тоже, то есть, в момент переключения уже пошли сигналы от органов, вот, и они смешиваются еще с не полностью пометневшим сознанием. Ну, вообще, чисто, как бы, с точки зрения физики, вот, как вот они могут пойти, сигналы от органов? Они всегда должны идти? Нет. Просто блокироваться? Нет, 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 есть две разные системы. Есть система управления непрерывной работой, это спиной и мозг основная. Нас, может, не управляют конкретными, физиологическими, но я себе представляю так, что есть некоторые общефункциональные настройки, общефункциональные настройки. Ну, что, что вот у нас есть, как бы, нервный, там, вот этот канал, да, там, нейрон, не нейрон, а как это, нерв, да, по которому идет ток, извините, да, он либо идет, либо не идет, он, вряд ли он стартует, когда человек засыпал, да, он и так шел, но он, не ему подключается. Нет, здесь идет речь, что подключается караганного мозга, подключается караганного мозга к этим, вот, данным, по идущим, и на, и на управление, и на прием. На самом деле, а вот почему же у шизофреников с перерезанным вот этим вот полушариями, вот, раз бы у них одно полушарие бы все время как бы органами занимался, а второе, было бы хорошо. А эти же люди, которые всю жизнь не спят. А с ними еще тогда? В смысле, литрагический сон или что ли? Нет, ну они вообще не спят. А, не спят. Ну, бывает, наверное, да. Еще тогда с ними. Я думаю, что там у них получается распределение, какое-то. То есть они, мозг попытается управлять и тем, и тем. То есть, ну, я думаю, что да, потому что настолько редкие случаи, очень редкие случаи, потому что обычного человека не заставить спать, он умрет. И умрет именно от физиологических причин, а не от каких-то с мозгом что-то. Разве? А ведь стали ли опыты, когда вот там, ну, радиоведущим не давали там просто подспать, они как бы теряли именно, ну, связанные, связанные речи, далиционировать. Нет, ну, я думаю, что он объясняет это как то, что сильный-сильный фон идет от внутренних органов рассогласования и получается, то есть сознание затуманивается, то есть там уже не в состоянии поддерживать сознание для того, что нужно обернуться на органную мозгу. Ну, это гипотеза хорошая, интересная. Там много статер поясняет физиологических, патологических и других моментов, которые объясняются этой теорией сна, которые... Ну, а сейчас на закуску у нас как-то время, ну, можно будет разрезать. Это много вообще. Да, спать нужно много, особенно женщинам нужно много, и это полезно. Ну, общие разговоры такие, что действительно, когда мы больные, ложимся спать, засыпаем, просыпаем, нужно поспать, и много спим, когда больные. То есть, казалось бы, что вот физиологически заболели. Да, мы спим много, больше, чем нужно, то есть это мозг начинает регулировать на нашу физиологию. Ищить, короче. Да. Ну, и на закуску самое интересное, которое можно было в несколько часов еще об этом спорить. Это у нас эксперимент, знаменитый эксперимент Лебеда. Потом проводили еще дольше. Которые, как бы, говорят, что нет у нас свободы воли вообще никакой. Известный эксперимент. Тогда человеку сажали за кнопку, говорили, что вот ты сейчас вот сиди и принимай решение нажать на кнопку как захочешь, как захочешь, так вот нажимаешь на кнопку, как захочешь. И перед ним циферблат, либо картинки, чтобы согласовать, когда он должен, когда он нажать на кнопку, конкретно, секунду с какой-то моментом, или с какой-то картинкой, чтобы засинхронизовать решение и нажатие. И к нему подключено датчики. Так вот, в начальных экспериментах три четверти секунды потенциал готовности, то есть до того, как он принял решение, нажал кнопку, где-то в нейронных там чего-то, срабатывает до три четверти секунды. Сейчас последний... что срабатывает? Что-то срабатывает. Сначала решилось, а потом он нажал. То есть что-то сработало, потом он нажал. То есть сознательное принятие решения, вот я принял решение, я нажал. Так вот, мозг за три четверти секунды уже дал активизацию. Так сознание просто работает. Сознательное механизм. Вот. По последним данным, ну так вот, ну сомнительно, нет, нет, все, до семи секунд говорят, что можно определить. До семи секунд, до того, когда человек принял решение. Ну это статистически набирает. А в чем здесь отсутствие свободы воли? Просто запаздывание присутствует. Да, конечно. Решение это принято им, вот этим мозгом, понимаете. Но, нет, здесь вопрос идет такой, что если мозг, мозг принимает сознание, а сознание нажимает на кнопку, вот так. Мозг принимает решение без, без, до того, как человек сознательно принял решение. Да нет, человек сознательно принимает решение тем способом, что мозг у него там раньше принял решение. Сознательность мы называем на то, что сознательно сделано. Если у меня нога дернулась, и я прекрасно понимаю, что у меня где-то нейрон какой-то сработал, от этого нога дернулась сначала нейрон, потом нога, это одно дело. А когда я сначала принял сознательное решение... Ну слушайте, а познание, то что находится? Сознание, вот то, что я сознание. А в ней он так и находится. На самом деле здесь же совершенно пустое решение, которое как бы, ну что ты решаешь? Ты ничего не решаешь. Фактически у человека накапливается некий потенциал ожидания, он накапливается, потом идет всплеск, что ну как бы все, хватит уже ждать, пора уже нажать. И он нажимает в течение этих трех секунд или семи. Вот если бы было какое-то содержательное решение, тогда можно было уговорить. А если это просто вот нажми... Нет, 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 в любом случае любое решение. То есть это распространяется на любое решение. Ну вот, другой эксперимент должен быть. Да дело не в этом, носитель это сознание. Кто? Ну ладно. Ну в том смысле, что вы говорите, что сначала нейроника, где-то мозги. Это очень жесткая терминологическая неразбериха получается. Причем здесь носитель. Ну а причем здесь это нейрон, который срабатывает? Нет, когда, понимаешь, получается так, что что-то у вас в голове, то есть вы только что выяснили, что данных в голове у вас на порядок больше, чем то, что мы оперируем в сознании. Вот оперируем, вот мы сейчас, я могу подумать, вот мысль моя, я могу ощутить эмоцию какую-то, я могу видеть предмет. Это вот сознание, чем я оперирую, о чем я думаю. Я думаю сейчас пройти в эту дверь или не пройти. Но данных у меня на порядок больше. И речь идет о том, что, это не мое мнение, а вот те кто-то интерпретирует. Речь идет о том, что мозг сам принимает решение, а нас только оповещает. Сознание. У нас это кто? Сознание, сознание. Оно где находится? Оно нигде не находится. Сознание это то, что... Мозг это и есть какого-то значения. Нет, сердце Вулат. Вулат, Вулат, давайте так договоримся. Сознание это то, что вы помните. Нет. Почему? Нет, в данном... То сознание то, что мы теряем. Теперь что мы... Конечно. Вулат, кто субъект? Вот если мы субъектом, то есть сознание. Нет, нет, нет. Там еще... Но это мы субъектом. За то, что я потерял... Что значит потерял сознание? Это значит, я не помню, что было. Вот и все. Память и сознание... Память это есть... В памяти есть только то, что сознание. А сознание то, что отдаёт. Александр, но вы начали с того, что это опровергает наличие у нас свободы воли. Вот этот эксперимент никаким образом не опрекает. Я тоже считаю это. Я говорю, что это выдаётся так, преподносится так, что... И преподносится таким образом, что есть какие-то... То есть мы скажем так... Мы не контролируем весь поток данных. Он нам недоступен. Множество данных исследований нейрофизиологии показывают, что они фиксируются, запоминаются и присутствуют, и участвуют в формировании там чего-то. Наше сознание, 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 картинка, то, что нам дано в памяти, о чём мы помним, в чём мы оперируем, чем мы действуем, где мы действуем, оно частично связано. И множество экспериментов показывают, что оно не отражает всего этого. И формируется вообще на каких-то вот начёртчиках, которые и дамки поступают. И вот люди говорят, что вот видите, когда вот ты принял решение, ты думаешь, что это ты принял решение. А мозг до тебя, за 7 минут там, да, уже перещелкнул что-то, ты даже не знаешь, ты не помнишь, не знаешь почему, и выдаёшь как за своё. Тебе кажется, что это... Что я понимаю, а мозг это другой кто-то? Мозг, мозг, это физиология, это нейроны, конечно. Мозг, вот такая программа, у тебя есть компьютер, на него выполняется там 100 программ. А на экране отражается что-то? А одна из этих программ называется сознанием, всего лишь одна из всех. Да нет. То есть в уголке, даже в экране, в сортиве на экране. То есть представьте себе переключатель. Где-то там что-то там, решение какое-то принимается, а ты переключатель держишь. И при вручении как бы, и это решение... К сожалению, ты не держишь переключатель. Нет, и держим. Только и делай. Просто Влад говорит о том, что нужно понимать себя как я, да шире. Что и все эти неосознанные процессы. Ну вот у тебя даже неосознанные процессы. Вот мы сейчас сидим, у меня спадалка сейчас здесь летит пыль. Вот она летит пыль. кит так как не напряглись в нормальном состоянии без гипноза и без лсд я эту пойму увижу феноменально мы понимаем что мы свободно действуем это означает что согласование анализатором мозги и как бы нашу как бы решение пальцев это просто говорит о том что механизм так нашу главное решить принять решение они согласовали что как будто кто-то там чертик какой-то мозги нами управляет нет не чертик мозга мозг сам вот мысль такая если целостность картинки которую мы видим перед глазами вот это вот самое сознание но нами формируется дополняется деконструируется объясняется как-то там мы это выдумываем ну да может быть точно также целостность нашего я тех самых потоков внешних разных исходящих от разных но грубо говоря субъектов нами точно так же это конструируется мы думаем о это мое желание на самом деле замечательно но только мы ведем себя не так так оно и есть но опять же это механизм понимаете вот как вот то что то что вот это я самоучреждается да от этого она не перестает быть я но она как-то там существует на как сказать на стыке этой самой склеи существует да вот но передать все равно это все равно свобода сидит водитель за рулем автомобиля да и там кто это совершает двигатель там что-то колеса вращает там да там сколько там от двигателя привод как колеса происходит секунд да сколько там какая-то рулевого управления происходит секунд пока ты повернешь ну кто фактически управляет автомобиль автомобиль про авто приду дайку он управляет двигателя и я типа так вот на самом деле автомобиль управляет тот водитель который сидит на грудь также здесь собственно здесь точно так же вот все все правильные только здесь здесь пример наполеоне сидящим на лошади вот лошади она думает что она сама куда-то пошла и какое дело сознание это это не сознание наполеона сознание наше сознание лошади говорят нам эти ребята если бы это золотах и номинально мы бы здесь только как роботы а мы наоборот нет нет но с тобой настоящий настоящий наполеон который сидит а ты выдаешь его вот наполеоновские штуки за собственные желания еще будет потому что ты лишь пол и получишь упаковку если не да особенно это все это проблема которую нужно интерпретировать то есть если то есть вы при мы подошли к проблему предлагать сразу закругляться нет я думаю что мы не сможем решить силу на даньера физиологическое то есть как бы нам казалось что если я принял решение да то этот вот мозг нерон должен после ну не так если я сказал что это моё решение решение становится мои все мне вот лично как субъекта как мне работают этого неважно понимаете понимаете может быть это как бы какие-то токи может быть там мозг может быть это а так далее все в этом свободоволе что я могу взять на себя ответственность за решение в философском смысле больше ни в чем но значит все таки но детерминировано она не волей тогда терминизм свободе воли не имеет никакой но люди но люди которые пытаются жестко детерминировано подходить они видят что потому что извиняюсь потому что опять же а свобода воли вопрос да субик субъектности свободы воли опять же вопрос отношений которая как бы вот это отношение у тебя выносит за пределы вот этого детерминированного мира за предел этого потока данных ты вынеси может этот вопрос твоего отношения к происходящим вот как бы этот выбор примете вы можете воспринимать это как выбор можешь воспринимать это когда как поток как какой-то дар сестре просветленный ты будет не будешь воспринять это как выбор это эффекта я могу еще не купить пояснить здесь и пояснение внести что нельзя мыслить про нейроны и про мозг на уровне детерминизма и на уровне создания шаров отступного полетел вот так вот такой детерминизм там действуют функциональные системы затрагивали их раньше счет по анохину то есть это некая система действующая во времени которые включены множество элементов и системообращивающим фактором является результат какой-то запланированный результат для этой совместной системы скажет нейроны некоторой сети выполняют некий результат да и вот этот результат это совпадает с фиксации принятие решения из нажатии на кнопку феномологически нам она должна совместить то есть у нас немного в сознании нас не может быть отдельно я сначала принять решение потом нажал меня как бывает нет 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 когда сознательна я через пять минут нажму но есть я понимаю вот сейчас то я не сможем но при этом при этом подскажем на уровне ныронов это целая сеть, это не один нейрон решает, это целая сеть. И они фиксируют начало какого-то формирования этой сети. Но феноменально, мы в сознании, у нас фиксируется только конец, только результат. То есть это у нас задействована как бы большая какая-то сеть, в которой можно зафиксировать активность задолго, потому что если той активности не будет... В большой сети-то и есть сознание, оно как-то же расположено в мозге, распределено. Очень некорректно использовать два термина для двух обозначения двухнадцатой души. Потому что вы все время подсознание понимаете картинку, а Булак все время подсознание понимает пространство. Нет, нет, нет. Булак называет сознанием нейронные сети. Нет, я имею в виду, что сознание, в котором ваша картинка, она как-то распределена внутри, в виде материальном носителе, который называется мозгом. Да, точно так же, возвращаясь вот сюда, жизнь реализована химических процессов, но мы не можем сказать, что вот в этих... Дело в том, что если отсюда нельзя делать вывод о том, что какой-то нейрон раньше стартовал, чем стартовал я, нельзя делать вывод на самом деле о том, что за меня принял решение кто-то другой. Потому что кто-то там раньше заплатил, это и было мое сознание. Это и было мое решение. Это форма существования. Но это очень некорректный разговор, когда... То есть сознание это то, что осознанно. То есть нужно... Но сознание, потому что это разные уровни. Нет, 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 нет. Давайте потеряли носителей нейронные сети. Булак, давайте тогда придумаем другое слово. То есть если у нас есть два понятия. Одним понятием мы называем то, что теряем, когда наступают по голове, то, что мы теряем, когда мы засыпаем, то, что мы видим, в том, что мы действуем, это вот одно понятие. Давайте назовем это как. И второе. Это психофизическая система мозга, включая нейронные сети. Это высшая нервная система, высшая нервная деятельность. Это два разных понятия. У меня просто как бы есть другое. У меня есть то, что называется внимание, которого с учетом общения. Почему? Вот сознательность это из двух частей. Одно это как бы активная часть внимания, а вторая часть пассивно в любой момент может стать активной. То есть есть некое пространство, в котором активность как бы разворачивается. Я могу ее развернуть по задному заданию в одном направлении, в другом направлении в трещи. Булак, Булак. Не может, лунатик, произвольно проснуться. Да не важно про лунатик. Булак, Булак. Вообще не об этом идет речь. Булак, Булак, забудем про внимание. А вот я не могу сказать. Да, я объясню, я объясню. Потому что внимание это элемент сознания. Внимание, у вас сознание есть активное и пассивное. Понимаете? Да. Так вот мы сейчас говорим о сознании, не разделяя внимание и невнимание. То есть я могу, мы говорим о том сознании, я могу сидеть в медитации созерцательном, не концентрируя внимание, не могу жестко подсчитывать. Вы не понимаете, когда вы в медитации, вы просто, подождите. Вы что, вот эти объекты медитации, мысли, смыслы, вы их выносите за пределы вот этой картинки? Я никуда не выношел. Они же лежат рядом. Вот есть компьютер, вот мысль. Стоп, 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 стоп. При чем здесь? Так потому что об этом речь. Они рядом все. И мы переносим внимание с конкретного ноутбука на идею сознания и так далее. Понятно. Ну это все уже вторичный вопрос. Второй вопрос. Внимание-то вот так и происходит. Да понятно, почему ты снимаешься? Почему ты вообще не при чем? Вы говорите, что медитируем, но мы потеряли внимание. Мы как раз вас сосредоточили на предмете медитации. Смысл, смысл. Есть медитация на чем-то конкретно, а есть медитация на отсутствие мысли. И тогда это за отсутствие внимания. При чем здесь? Да без разницы. Это за отсутствие чего угодно. Ну, было одно. Понятие, вот это ничто, да, это тоже определенное место в сознании. Да понятно. Просто какое-то другое состояние сознания. Скажем так, здесь и сейчас всегда есть сознание, и на ком-то элементе сознания у меня есть внимание. Но это не меняет ничего в нашем разговоре по поводу мозга. Мозг это не элемент в мозгу нет внимания. Мозг это вообще другой уровень. Вот. Материальный. Да, почему все это говорите. Но вы-то вы делаете, что мозгу щелкнуло раньше, чем как бы вы начали решить. Так вот нельзя такого вывода делать. Почему? Ну, как с основанием. Ну, по времени события-то есть, мы сравниваем. Ну, и что? Двигатель и поршни быстрее двинулись. Извините, смотрите, но ток здесь, он же течет не со скоростью света. Он вообще как бы тоже течет с достаточно маленькой скоростью. Потому что там очень медленно, очень медленно. Вот мы говорим. Ну, и что теперь? Мы из-за этой задержки тоже что-то будем тут обсуждать? Да, конечно, и ты кушаешь, кушает твой организм. Ну, я не знаю, ребят. То есть... Я принял решение, а рука моя дотянулась позже. Понимаете? Потому что электроны шли. Что теперь? А Наполеон сказал, что он приедет вперед. И потом сообщил об этом лошади. Лошадь решила. Ладно, ладно. Ну, конечно, именно так и было. И все, Игорь, ты когда встаешь, и там, ну, в воском команде тебе спрыгнут с этого... С этого бакмона. И бедешь, и бедешь, и бедешь. А это все происходит. И ты не так. Только почему-то я не вижу, что вот тогда оближу распластинно лежит, да? Так не происходит. Ну так не происходит, потому что у вас умные у тебя. Потому что лошади, она до Балиона дорога. Потому что лошади, на Балиона дорога. Ну что? Понимаете, и так все происходит. Потому что мозг тебе давно говорит, прыгни туда. Понимаешь? А ты как бы все-таки, как субъект, не прыгаешь. Вот о чем хочет сказать Булат. Потому что исходя из мозга уже давно пора. Покончить с собой. Ты принесешь, благочилочки. Это понятно. Что такое? Чертик там, что ли? Да, да, да. Ну, на самом деле, надо согласиться с Александром, что здесь есть проблема, и ее надо как-то там решать. Ее надо убрать. Так же ее надо обсуждать, решать. Это не такая вещь, которую можно так вот сразу решить. Нет, ну, терминологически все-таки строже подходить. Нет, дело не в этом. У вас понимание, сознание свое. Да нет. Своя другая конструкция. Нет. Вопрос не идет о понимании. Вопрос о терминологической точности. Но еще раз говорю, что вы... Терминология кандологии состоит от моделей. Нет, про кандологию. Не будет просто различий, которые вы приводите. Просто не будет. Нет, бывает, да, действительно, что нету. Но в данном случае, когда мы обсуждаем данные, как бы, физически поступающие в тело, и в мозг, и формирование нейронов, это одно, а сознание-то другое. Некоторое... Вот это все называем сознанием. Нет, вот смотрите, хороший пример автоматизма. Вот, например, какой-то... Вы хотите чего-то, какому-то навыку научиться, допустим, водить на машине. Вначале вы как бы все совсем следите, как руль крутите, как питание нажимаете. Понятно, понятно. У вас сознание... И вы действительно запаздываете все время. Нет, это как раздевать. И в сознании у вас... Все в сознании есть. Каждое движение. А потом без сознания. Без сознания. Так это и означает, на самом деле, что сознание разделено на активную и пассивную часть. И из активной части он и передает в пассивную часть. Смотрите, с другой стороны, а происходит что-то, какое-то нарушение. Что-то вы сели за руль и чувствуете, что что-то не так. И вы опять начинаете следить за всем. Я понял, все правильно, все правильно. Только я предлагаю терминологию другую. То есть есть вот часть в сознании, это то, что активно. Сознание, оно в сознании. Если мне столько, то я по тебе. А есть часть автоматическая. Это психика действует автоматически. Нет. В какой момент сознание может вернуться? Она может вернуться, да, будет в сознание. А когда вне сознания, это не сознание. Мы вызываем в сознание все, что есть, внимание. Смотрите, я могу концентрироваться в внимании. Внимание, внимание. Только в сознании. В без сознания я тебя внимаю. Я знаю, как пояснить. Вот есть бессознательное, куда я никак не могу проникнуть. Вот конкретно никогда не проникнуть. Вот, например, эти процессы там вживательные. А есть, которые я могу в любой момент перейти. И вот эта вот область, где все-таки я могу своим сознанием переходить в любой момент. И называется сознанием. А то, куда я уже могу перейти, и сознание. Ну вот, 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 вот. Или другими словами, да, то, что то, куда я могу в любой момент перейти, это фон, да, вот как я назвал, да. А то, чего вообще не дано сейчас. Я предлагал, значит, терминологию, помните, поговорили? Причем в качестве фона поступают и воспоминания, и ожидая. Я предлагал, значит, действительность, понятие действительности, это все, что может быть дано в сознании. Когда это было в сознании, не может быть дано в сознании, это действительность. Это наша действительность. Вот, стена присутствует в моей действительности, но не в сознании. Сейчас ее в сознании нет. Я перевернулся, вот, она в моем сознании. Но, то, что, но все-таки для строгости... А почему не сказать восприятие? А если без сознания, то есть сознание одно и то же. Ну нет. Создание состоит из восприятия. Дosso сознание – как я всегда в философской – это пространство в соотнесённости. hospitals— Вот так мы понимаем. С見 pod, . Вы из choses восприятия. Нет, нет, это всё возможности соотнесённости. Из shade, это пространство сознания в объективной философии, в индиализме. Можем быть то пространство 8 – которое позволяет вам иметь восприятие чего-то. вам как субъекту соотнеситесь к каким-то объектам. И мне как другому субъекту соотнеситесь к другим объектам. Потому что мы... Не говорите... Вот это, что сознание сугубо индивидуальное и нельзя влезть в чужое, это уже не одно. Но я думаю, что это пространство, где вообще возможно такая вещь, как соотнесенность. Вот мы помещены в это пространство. Нельзя, конечно. Нельзя. Это антология другая. Другая антология. Надо сделать мир не просто такой, как мир объектов, надо было Богу сделать, а как мир соотнесенности. Вот создавал такой мир. И поэтому каждый из нас может не просто быть объектом автомата, а может соотнестись с чем-то. Только благодаря тому, что мы находимся в этом пространстве соотнесенности. Это называется сознанием. Оно общее для всех. Ну все правильно, да. Все ясно. То есть это вопрос... И при этом сознание не имеет никакого содержания. Оно пусто. Это чистая соотнесенность. Вот тут все. То есть это терминологический спор. То есть это разные терминологии просто. Вот их все. Разные терминологии. То есть мне удобней. Или мы находимся... Говорится сознание то, что мне давно в сознании. Когда я проснулся. Ну условно говоря, да. Объективная идеальность... То есть как-то я эту картину буду знать. То есть мы все сознаем, потому что как бы сознает Бог. Мы как бы все моменты осознание Бога. Сейчас как бы сознает... Мир сознает сам себя. Постеремонологии. Постеремонологии. То есть можно называть подсознание тоже частью сознания. Ну тогда бы как бы это было бы невозможно. Потому что вы отличались от бессознателью. Что куда-то никак проникнуть. Я же бессознатель, но вы никак проникнуть. Ну как бы мирное сознание было бы как бы просто миром объектом. Вот отличать сознание от бессознания. Но дело в том, что... Но мы можем извлечь что-то. То, что было сознано и... Ну да, 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 допустим. Не бессознательно. Бессознательно. Но все равно то себе. Ну согласен. Тогда проникнуть возникновение сознания как бы... А если наоборот только в сознании, тогда сознание является залогом существования мира. Его условием мира, возможности его быть. И тогда понятно, почему Бог, потому что вот только в этом пространстве может быть. Понятно, почему у нас есть сознание, как осколки этого самого большого сознания. И тогда понятно, зачем оно вообще может быть. Потому что в общем Бог и есть сознание. Да. И наш мир... И тогда понятно, почему сознание... Потому что всегда он зачиняет ощущения, являющиеся условиям существования всего остального. Ну просто поймите, ну вы же говорите все равно сознание, а у нас сразу срабатывает как бы... Нет, я сразу предупредил, что сознанием я называю именно ту картинку, которая нам дана физиологическое восприятие, набор восприятия. Дело в том, что в чем проблема? Когда начинается аналитическая философия, вот американское сознание, они очень часто сбиваются. Они сбиваются в этой технологии. На самом деле можно было бы говорить, что картина восприятия. Картина это как что-то... Здесь единственное, что с восприятием сложно... Нет, нет, нет. Нужно говорить о мыслях, эмоциях, все, что нам дано, все, что я воспринимаю. Но по бытовому, то есть по бытовому, чтобы я потерял сознание, мне дано в сознании. То есть отлечить то, что... Вообще, скажем так, если мы сформулируем трудную проблему сознания, то она о чем? О этой картинке, зачем она нам дана? Или о наличии этой картинки в сознании? Я в прошлый раз и говорил, что вам проблему ставят чужие люди, вы пытаетесь и их проблему решать. Она по своей стороне. С моей точки зрения, мы сейчас обсуждали, что проблема, вот эта глобальная проблема сознания стоит в том, почему как бы что-то соотносится с чем-то. Почему как бы есть не мир объектов, а есть вот как бы вот эта соотнесенность. Потому что дальше уже как бы вот этим соотнесен в качестве вот этого как бы противопостоящего возникает картинка, там, картина восприятия. Это не важно, что там возникнет уже предмет один, да? Дальше уже как бы глупо спрашивать, там, почему там возникло одно, а не другое. И теперь, вот мы сейчас обсуждали. Вот можно на этом уровне обсуждать то, что мы сейчас обсуждали? Нет, конечно. Почему? Можно? Нет, нет. Это другая тема. И нужно по-другому обсуждать. Другой тема. Да, дело не в этом. Ну, так это ведь и надо сделать. Это не есть проблема. В конце концов, можно же как поднять вот это все, понимаете? Нет, нет. Ну, что, все-таки по отдельности. То есть здесь мы, скажем так, можно было забыть вот эту филе-этофизику, про Бога и все. А здесь четко, в принципе, даже экспериментально проверяемая ситуация. Насколько входные данные. То есть здесь три уровня. У нас есть уровень входных данных и взаимодействия нейронов. Ну, не физик, а физиология. Такой материальный уровень, который можно потыкать щупами, замерить. Замерить, был звук какой-то и все. Вот. Есть второй уровень. Это психика. То есть как мы действуем. Это что изучает психология. И собственно психика, это значит, что он обошел, да? Вот это вот психика. Да, да, да. Это вот он обошел, это бихвиристы все. Вот реакцию. Регистрируем. Это психопсихология. То есть как человек, да? Не зависимо, с чего у него там в голове, да? И третий уровень – это сознание. Вот эта картинка, на которой все это для каждого из нас есть. И вот взаимосвязь между всеми этими тремя уровнями, она, особенно между первым и вторым, она экспериментальна. Это не философски. Это не философски. Знаете, может быть, вместо сознания, опять же, да, вот другой как бы альтернативный термин – актуальность, мне кажется, вот это хорошее. Ну, я потерял актуальность. Это моя актуальность. Ну да, потому что все как бы, ну, в том-то и дело. Актуально то, что присутствует. Вот то, что присутствует, дано здесь и сейчас. Актуальность – это не только зритель, но и как бы слуховое, и мысли. Актуальный набор объектов. То есть я называю сознанием, используя термин, что актуальный набор объектов, которые я различил здесь и сейчас. Ну, хороший термин, кстати, да. Актуальный набор объектов, да? Вот. И при этом из них есть еще, помимо объектов в пространстве разрешенные, есть и объекты разрешенные в памяти. То есть мысли, эмоции, текущие. Ну, единственное, что в отличие от пространства многое множество объектов различить, но в конкретный момент времени я могу различить только один момент ментальный. То есть либо одну мысль, либо одну эмоцию, либо одну... Ну, еще эмоции с мыслью можно совместить, но мысли две не можно быть. Ну, что, может быть? Двоение мысли называется такое. Это как-то, все равно последовательно. Нет, одновременно. Ну, я как бы это опыт, в общем, что ты скажешь. Ну, мог бы. Ты одновременно два потока мысли выслишь. Ну, в принципе, да. Ну, больше двух уже помогло. Нет, нет, нет. Здесь опять же, что в один момент времени. Ну, может быть, не в один, как в один. Чувствуется как в один. Была дискуссия, сколько человек, может ли человек одновременно вести два каких-то потока. То есть я практиковал в институтские времена двойной счет. То есть я вот иду по улице, считаю, скажем, деревья и окна в доме. Вот, два счета. Но при этом это все равно нет. Я в конкретный момент считаю только один. Понятие конкретного момента надо... Ну, микросекунда, конечно, может быть. Ну, наверняка квантификация какая-то есть. Ну, микросекунда, наверное, там... Есть вопрос, ставится всегда так, что момент, вот фиксация мысли, вот я его зафиксировал, вот это и есть момент. Я не могу зафиксировать две мысли. Вот если я две мысли зафиксировали, они уже в разных моментах. Вот фиксация, вот когда я смотрю на струн, я вот вижу сразу несколько предметов. Почему не фиксация? Разреши. Ну, отдача и отчет. Вот отдача и отчет. Я вижу, что несколько, да, вот. А мысли всегда... Ну, может быть, может быть. Только если там как-то там точно и замерять, может быть, не оно время. То есть они вот всегда последовательны во времени. То есть они нам разы во времени. Ну, как бы просто, ну, все равно ощущается это как одновременно. Ну, нет, ну, это субъективно. Как одновременно нужно... Сегодня я думал о трех вещах, там, да. Или вчера я один раз подумал. Ну...